Сандартайтон, которого против них обычно банят, и Войт. Это одна из их любименьких. Видишь, забанили в первой стадии О'Джи Нагу, а Винкс забанили Котла. Заготовочка? У Винкс тоже Бэтрайда, Роггер Маг, это их излюбленная связка. Демонстрировали они не раз. Они, по-моему, вообще первые, кто ввели эту связку так серьезно в Competitive Dot и сделали ее металлой. Вот они хотели законтрить, на самом деле, как в прошлой игре. Они пытались сделать. То есть я думаю, что этот бан Наги, это скорее против Войта, нежели как-то еще. Нельзя бояться Нагу, то ли Суппортную, то ли Кэрри. Обычный герой, на него много можно найти управу, и в первой стадии вряд ли бы она ушла. Ну вот именно для Винкс, я думаю. Так что это чисто для себя удобные баны. В виде небольшого оффтопа, ввести с полей, но важнейшие для нас, конечно, Нави проиграли вторую карту против Alliance, и теперь они имеют в таблице у нас в общей 2-6. Таблицу мы посмотрим после окончания матча, чтобы разобраться, что там и как. Следующий матч Нави будет на нашем канале, на первом, с нашей аналитикой, Нави LGD, сразу после того, как закончится OG Wings, ну и когда закончит LGD. Потому что у них там тоже очень длинные и тяжелые игры против TNC. Вот они столько же играли, сколько мы смотрели игру, тоже больше часа. Ну да, ну то есть Нави успели с Alliance играть две игры, в это время LGD свою игру, и вот эта игра, они шли по времени столько же, как у Нави 2. Это, конечно, не лучший показатель для Нави, ну да ладно, про Нави чуть попозже. Пока что здесь видим Петушка от Minus. Мне, кстати, нравится здесь Петушок. Мне нравится, потому что это, возможно, и трипла в харду сейчас еще пойдет дополнительно, так вот, сагрессирует. До Glimmer Cape'ов все равно Sky, хоть он и забытый, но он под лассо и под другие дизейбы, просто нереальное количество. Мне кажется, что они берут Петушка, ну в частности, потому что это очень классный герой, как Лейн Саппорт, который может гонять и вдвоем с каким-то там кэрри убивать они могут, а в то время как Огр, он тут сосредоточится именно на роуминге, пойдет к тому же Бетрайдеру. На ниде в сложную, да. Ну вот просто Огр Маг Бетрайдер на самом деле на сложный это очень серьезно, я фиг его знает. Если туда какие-то слабые саппорты придут, уже будет не сладко. И вот смотри, сейчас они выманивают Оракула как бы против Бетрайдера, и в итоге Бетрайдер идет в легкую, и они отправятся с триплой в харду. В секунду пик Свена после Оракла. Это своеобразная контра Элдер Тайтан на пассивке, потому что в Аркрайне куча плюсового армора, и, соответственно, можно выжить от этой комбинации. На мой взгляд, Ваинс сейчас сделает максимальный упор на лейнинг, в то время как OG пока что взяли три героя, чтобы чувствовать себя максимально комфортно в тимфайтах. Это и связка Элдер Титан-Воид уже, которая тоже набрала популярность и хороший винрейт имеет. И как раз-таки второй саппорт сейв-плана, Оракул, может спасти от Бетрайдера, да и вообще от чего угодно может спасти. Осталось добрать только сейчас персонажей, которые будут убивать людей, и все замечательно. Главное не просесть на линиях. Это вообще Хускар заезжает. Надо банить Вайпера и OG, я думаю, потому что если они смотрели там вчера какие-то игры, как раз-таки вроде бы Винкс и брали вчера Вайпера против Хускара, если я не ошибаюсь. Против ЕГЭ или кто? Кто-то из Китая точно? Был, да, по-моему. Вроде бы Винкс. Возможно. Да, Винкс против ЕГЭ. Ну, очевидно, Винксом нужен рейнджовый какой-то СЗ Кэрри, еще потому что если у тебя будет еще один милишник любой, то ничего хорошего не жди против Войда и Элдер Тайтера. Нужно иметь возможность как-то распределять кэрри своих по драке, чтобы они вдвоем не стояли в куполе. Поэтому Вайпер вообще смотрится как хороший вариант. Ну, определенно нужен рейнджовый, потому что Хускар, ну, в случае того, что ты возьмешь милишного мидера, ту же там, темпларку, не темпларку, но любого, то Хускар вообще не оставит от тебя мокрого места на этой линии, и никакие Огрмаги тебе не помогут. Ну, да. Вот же пока очень жесткая драка. Я вот смотрю на их драку и понимаю, что если игра будет затягиваться, то Винксом прям сложно может быть. Один Свен наносит дэмэдж, ну, Ультская, понятно. Вот так один Свен, раскатить это дело легко. Да и главное есть чем. Есть Хроносфера, да, есть Оракл, который вообще может взбезеблить его, и Свен бить даже не будет. То есть тут Свен даже не важно, собирает БКБ, не БКБ, Линку или Линку, одного его здесь покатают, и нужен корр обязательно. Я так понимаю, это какая-то заготовка от Винкс, потому что не зря они, ну, не просто так они банили этого Разора. Видимо, на Свена были нацелены уже после первой стадии. Я бы не сказал, что Разор сильных кантриц Свена. Ну, все равно неприятно. У тебя присасываются, и ты бегаешь за ним просто. Вайпера забанили ОДжи. Тоже они прекрасно понимают, что может быть. Ну, а что еще могут взять у нас Винкс, кроме Вайпера? Такого хорошего в мидл. Винк, джейнджер. Да что угодно, наверное. Инвокер все еще есть. На самом деле, блин, сумасшедший инвокер выглядит. Инвокер против Хускара такой себе на самом деле. Мне Тинкер нравится. Все-таки там в основном мэджик дэмэдж, и если игра затягивается, ты вот этого Хускара инвокера не остановишь особо. Тимберсо, а, Тимберсо тоже забанил. Тинкер. Тимберсо плохой игрок. Тинкер, вот есть такие мысли? У Винкс не то, чтобы 4 плюс 1 играть в этого Тинкера, уже и Свен, которому тоже нужны деньги. Он вчетвером не побегает. Огр Бетрайдер и Скатери на 5 не вывезут там полчаса. Не, ну то есть, Бетрайдер прыгает, кого тянет. Виноманстер добирает. Мне кажется, это Виноманстер, который пойдет на гору в Сложной. Может быть. Висключено. Может быть. Будет достаточно забавно посмотреть. Фишечки. Это может быть просто лесной Виноманстер. Мы это такое тоже видели. С Талоном идет в лес очень быстро. Может там фармить. Я думаю, что это не очень стандартное будет в центр. То есть того, что мы на этом турнире, скорее всего, еще не видели. Потому что так навскидку не назовешь героя, который подходит. И учитывая, что есть Войт, ОДЖ могут как угодно поставить линии. То есть могут Виноманстера поставить, Мид, могут Хускара поставить на кэри, Вайда. Ну, в общем, третий герой могут куда угодно разойтись. Я бы ставил на то, что Веник Мид, а Войд Харде. Да, скорее всего, Веник должен в Мид отправиться. Войд Харда, тебе добылась Хускаром фармить. Ну, или Хускар с Вайдом слабоится. Не, вряд ли Хускар пойдет против Бетрайдера именно в легкую. Довольно неудобно все-таки стрелять под этими напалмами. То есть... Не, стрелять удобно, бегать некомфортно. Но у него есть оракул. То есть снимаешь напалма и убиваешь его. На самом деле можно байтить спокойно. Винк сами пока не знают, что они хотят. Ну, мне кажется, им байпер забанили. Чтобы справляться с Хускаром. Что это может быть? Винкс, видимо, сами пока не знают. И нету героев для мид. Конечно, соло мид аппарата никто не отменял. Не, ну физ ДПС или какой-то чистый урон нужен. Нет, в таком случае соло мид петух. Ни пайпа. То есть нету сейва даже от ультавина Майнцера, если он будет на одной из кор позиций. Вот, допустим, сейчас видовой тинкер. Не, ну, как такой вариант. Просто у тебя есть и мисы, и чистый урон. То есть он может добивать нового ХП эффективно. Ну, оно вроде работает. Посмотрим. Мне что-то тоже не очень нравилось. Мне кажется, это не совсем Винксовая тема. Да, OG посерьезнее посмотрится. Именно вот их игра, вот этот вот Титан, знаменитый критовский. Ну да. Ну посмотрим, как Блинкс играет на тинкере. Если он очень хорош, то он может завести это в соло. Ну что ж, а мы передаем слово нашим комментаторам, Касперу и Баффику. Доброго времени суток всем, дорогие друзья. С вами по-прежнему Баффик и Каспер. И мы продолжаем с вами смотреть OG против Винкс. 1-0 Винкс ведут. Да, отличная первая игра. Действительно, довольно забавная, довольно курьезная в одночасье. И приятно было смотреть на такую дотку. Я думаю, что в этой игре мы видим что-то похожее, потому что пики располагают. Да, действительно, драф достаточно любопытный. И тинкер появился у Винкс. Весьма, хотелось бы сказать, неожиданно. Или ожидаемо все-таки это было. Вот нам, кстати, подсказывают, что Шадоу играет у нас на Свене. На Огрмаге у нас будет играть Блинк, 24-летний, почти такой же старый, как я, 17-летний Инносенс. Айс Айс, которому 20 лет, будет играть у нас на Бэтрайдере. Что ты смотришь так на меня, Баффик? Да вот, думаю, когда ты будешь называть-то их вовремя. Ну и Фейс Бьян. Хорош. Вот он, товарищ. Ну, правда, Фейс у нас все-таки играет на Бэтрайдере, да. Айс Айс у нас на Огрмаге там бегал. Да, все так. Да у нас режиссер трансляции что-то гадость. Так, поехали. Ну, Тейл на Виноман, Сирия Крит сыграет на Элдер Титане. Товарищ Флай исполнит нам Оракла в связке с Хускаром, естественно. Ну и Миракл, тот самый Хускар, о котором только что я упоминал. И Мунаминдер на его войде. Интересная у нас получается ситуация с Ораклом. Оракл мне вообще здесь очень сильно понравился, когда я его увидел в драфте. Потому что он и от Скаймага хорошо спасает, от Огрмага хорошо спасает, от Кинкермага неплохо спасает. От всех магов он спасает неплохо. И в целом еще обладает замечательной способностью, которая вешает обезоруживание на какого-нибудь условного Свена. В общем-то, Оракл неплох. Да, при всем при этом в пике находится также Хускар, с которым он сочетается просто потрясающе. И поглядим, как линии расставили команды. Видим, что отправляется в центр Тинкер. Тут ничего неожиданного. В свою очередь, Ноутейл идет на Виноманте против него стоять. И дабла вверху будет в Хускар плюс Оракл от OG. Все-таки так решили поставить. Не ставить Хускара в центр. Наверное, правильно делают. Вероятно, сейчас будут пытаться даже забирать Бутрайдера. Там подходит Элдер Титан. Вообще Бутрайдеру будет очень тяжело улететь. Уже его там пытаются окружать. Поджигают там Фейсбьяно. Да, вот мы смотрим сейчас на эти линии. А, он без оглушения Элдер Титан играет. Нападает в это время на Муна. И Муна едва не забрали. Заставили его потратить тайм-волк. Но, я думаю, он не слишком сильно пострадал. Вот очень хорош Скаймаг в этом начинании. Потому что он на всю ману может неплохо раскастоваться. Выпить Кларити в итоге в дальнейшем. Войд не может уворачиваться от такого урона. Потому что он очень похож на периодический урон. Соответственно, большое количество здоровья ты восстановить не можешь с одного прыжка. Так точно. Но мана заканчивается у Скаймага. Поэтому Мун понимает. И пошел вперед. Получать экспу, добивать крипов, стараться. Конечно, желательно Кларити сбить. Что и делает Мун. Отличное действие. И больше Кларити, кстати, у Инессенса нет. Стан залетает в Войда. Вообще, Мун пока хорошо выходит из положения. Там наверху Крита у нас пытались забирать. Пока ты рассказывал про то, как внизу били людей. Крит тоже немножко подставился. Но умирает в итоге Скайрос Мейдж. Ну, он так отправляется на базу. Быстрым телепортом, как мы привыкли говорить. Через нейтральный спаун. В центре у нас ситуация пока для Блинка очень неплохо складывается. У него 9-4. Убережает он, да. У Веника всего-то 3 крипчика добито. Но Веник, как только там Бордов нормально подкачает. И начнет их нормально контролить. Урона чуть добавится. Он, конечно, себя будет поприятней чувствовать. Нам появляется сейчас будет у нас руна. И на рунах у нас кто? У нас Огрмаг с руной богатства. И руна двойного урона достанется наверняка Скаймагу. Кстати, вот Войду в таком случае вообще не позавидуешь. Действительно, Скайрос Мейдж заберет эту руну. Ну и отправится в центр. Напрягать Ноутейла. Второго левела пока нету Скаймага. Скаймаг с ДТ сейчас может развалить Курьера. Вот это будут очень крутые тайминги. Поглядим, насколько Инносенс классно успеет выйти. Вот он вылетает и наносит удар и убивает Курьера. В котором там были стики Тангусы или что-то было в Курьере? Просто стики. Да? Да? Окей. Да, вот он, вот он, мертвый Курьер. И Тангусы. Простите, простите. Просто отобразилось, что... Я видел, что 200 было написано. Да, 200 отобразилось. Я поэтому так, ты говоришь, Тангусы и стики. Я такой, как это так возможно? Ты смотри, у нас там подъезжает такая бутылочка к Тинкеру. Там еще и Винлейс в этом рошанчике добегает. Но Винлейс другому герою предназначается. Пока что счет 0-0. Пока что очень ровненько все стартуют. Вообще, у Винкс мне в этот раз пик тоже неплох. Он мне нравится. Почему? Потому что есть и дизейбл в лице Бэтрайдера, который там сейчас едва-едва не умер. Ой, Титан украл одного из крипов больших. Он еще и второго, кстати, может сейчас украсить. Я имею в виду вот эту Урсу. Потому что, может он еще и... Нет, 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 все. Я думал, может сейчас там будет кто-то выходить, пытаться добивать. Но нет, это все-таки был только Огр Маг, который играет за самого Бэтрайдера. Ну, Огр подошел, сказал, жулик не воруй. Прогнал Титана. И сам украл у Бэтрайдера опыт. Да. Мне можно. Так как, знаешь, он мой брат, я могу его бежать, а ты не можешь. Блин. Примерно из этой серии. Все так и есть. Миракл, только кто-то подходит на его линию, сразу же дает ему несколько копьев в лицо. И соперник уходит, что ловить там нечего. Ну, а продолжает Скайрас Мейдж спокойненько расхорашивать этого Войда. Войд подходит, Войд хочет позбивать там Кларити. Маг его байтит. Кстати, Айсайс, Айсайс. Просто Айсайс. Твоя очередь. Твоя очередь. Второй раз я его называю Айсайс. Да, но мы видим, что Феррест Блад происходит. Все-таки Флайт добивает Огр Мага. Немного не подрассчитал свою прочность. Игрок команды Винкс. Ну, его сначала действительно Хускар размял, а потом просто добил Оракл, у которого третий левел уже был. Все-таки четвертый. Да, Оракл хороший старт имеет. Ну, и Мун тоже, кстати, неплохо пока Экспица. Там третий уровень у него есть. Конечно, гоняют его регулярно, но старается Мун находиться пока на линии. Оракл, четвертый с половиной, между прочим. В центре нападение на Блинка идет. Ноутейл подходит после стомпа. Вот Астрал Спирита Титана, но безуспешно. Ну, и там еще два героя подошло помогать. Там Огр Маг и Скайрос Мейджи рядышком. Поэтому может не совсем все хорошо складываться в таком случае, если вы нападаете под вышкой. Да и геля нет, тоже не очень удобно. То есть так бы по факту стомп, гель и, мне кажется, уже неплохая инициация. Как вообще можно без геля играть на Виномансере? Что это вообще такое? Ну, это исключительно вот эти тактики Poison Sting плюс Варды. Вроде как очень неприятно, очень противно. Тактика есть. Называется гель, который дает 50% замедление. 50% дровки, для того, чтобы получить 50% замедление со стрелы, нужно вкачать ее в 3. Здесь ты качаешь в 1, действует 15 секунд, причем по области. Ну, ладно. Ноутейл достаточно опытный Виномансер. Я уверен, что он знает, что он делает и что у СТВ скилл билда есть своя определенная цель. Но, как я люблю говорить, на всякий пожарный гель бы, вероятно, пригодился. Ну, ладно. Пока понятно, почему все идет. Там третий Варды, просто пачка Вардов стоит в центре. Тут, кстати, у нас Элдор Титан ставил Вард. И догадываются Винкс о том, что Вард у них там стоит, потому что только что пинговал туда Огрмаг. Ну, а Войт перетягивается потихонечку в лес и начинает фармить кентавров. Такую грязную, неприятную тактику, естественно, использует Виномансер с этими Вардами и по Изинстинктом. Очень неприятно против такого стоять. Это постоянный спам. Неудобно играть. Не можешь пересечь даже эту линию по факту никогда. Спуститься на реку не можешь по факту на центре. В общем, неприятная штука, конечно. ЛД подпушивает верхнюю линию пока. И внизу то же самое делает у нас СВ. Да, внизу Шадоу тоже очень плотно подтянулся. Через ультимативную даже крипов позабирал. Но он подойти просто не может. У нас ганг в центре планируется. Фейдбиан и Инносенс заходят. На центральной линии в спину. На Виномансера. На Утейл. Моментальный дэмэдж. Очень хороший у команды Винкс. Взрывает буквально Виномансера. Ну вообще под печать Скайросмейджа здесь комбинация идет относительно неплохая. Потому что и ракеты Тинкера могут залететь. И оглушение Угрмага. И сам Скайросмейдж тоже магией может неплохо бить. То есть печать бонусного урона залетит очень много. Потому что на первом уровне 30% увеличение этого самого урона. Ну да, плюс под Угрмага это красиво смотрится, конечно. Ничего не скажешь. Так. Подошел Крит на центр. Слегка размял Тинкера. Прогнал его с линии. Отлично дела идут у нас у Керри героев. Что у Винкс, что у Уджи. Там Войт, кстати. Да, он просто фармит лес. Это я что-то уже поспешил. И армлет появляется у Свена. И у Хускара. Синхронно у них появляется два армлета. И герои достаточно сильные. Причем что один, что второй. Прямо сейчас могут идти драться. Там через ГДС или просто Хусик будет залетать. И накидывать копии свои. Обрисовал нам ситуацию Угрмаг. Уже два стака древних есть у команды Винкс. И нужно продолжать этим заниматься, естественно. Ну а Уджи стоит обратить внимание на эту ситуацию. И попытаться это контролировать. Потому что отдавать еще дополнительный фарм Свену не хотелось бы. Пока что сами Винкс это контролируют. Обратите внимание. Там в центре вард стоит. И обсервер и центряк на случай, если придут как-то мешаться ОДЖИ. Здесь также намек от Виномансера, что ребята очень сильно хотели забрать вышку. Вышку забрали ОДЖИ. И спокойно должны, наверное, ретироваться. Плюс появляется руна. Руна ускорения достается в венику. Внизу руна богатства. Ну и вот он, Виномансер. Поскользил, поскользил. Посмотри, как он лавирует. И по-прежнему лавирует без геля. При этом Пойзонова на шестом появляется. Это тоже интересная особенность. Потому что далеко не все Виномансеры вкачивают Пойзонову на уровне шесть. Иногда мы можем там до восьмого ее не видеть. И еще до какого-то уровня невнятного. И вот он с Моук ОДЖИ. Используют они его на верхней линии. И сразу же отправляются в направлении центральной. Мне нравится то, что Виномансер прокачал ультимейт. Все-таки АОЕ контроль, который имеется ОДЖИ, будет очень приятный. И под как раз-таки ультимейтами на Мансера. Смотри, сейчас просто Тинкер все это дело спалил. Заходит вперед. Ставится Хроносфера. Начинает убивать Блинка. Блинку тут уже вообще ничего не светит. Пришел еще и Свен. Но Свену как раз-таки здесь и нельзя было оказываться. Свен может оказаться просто без ножек. В итоге Титан топчет. Ни по кому не попадает. Бэтрайдер использует Лассо. Тащит там Флайя. Мирка в это время начинает разваливать Иннесенса. Но понимает, что он под Сайленсом ничего не сделает. Еще и вышка его пробивает здесь. Ну и получился размен один в один. Тинкер на Оракла, правда. Не слишком круто для Винкс. Но Свен выжил. Вот это приятный момент. Да, Свен выживает буквально на 5-6 хп. Это радует. И у Свена все очень хорошо. Пока центральную линию подпушивает команда OG. Винкс вряд ли смогут ее защитить. Хотя прилетает Тинкер. Брасывает ракетки. С Тинкером более-менее получается. Вот сейчас пошел за хил от Флайя. По Мираклу там второй эффект. Сейчас еще третий, наверное, повесит. Да, и убить такого Хускара уже не представляется возможным. Причем также обратим внимание, то что Миракл играет пока что без Иннервиталити. У него там третий копий, третий Берсеркер из Блат. Иногда, вернее зачастую, Иннервиталити все же берется. Хотя бы в единичку. Просто для того, чтобы иметь дополнительную устойчивость. Ну, дополнительную регенерацию я имею в виду. Но пока тут Оракл просто на полную ман захиливает. Конечно, по 70 заклинаний это Purifying Flames. Очень сильно помогает Хускару. Тинкеру очень нужен Тривела, потому что OG будут пытаться продавливать. Причем по всем направлениям. Пока они на центре работают. Но Тинкер успешно защищается. Четвертый марш машин. И, естественно, Лазер помогает. Тоже против Хускара в его пушах. Мне кажется, OG нужно сейчас немножко остепениться. Возможно, подфармить еще хоть что-то. И потом уже пытаться ловить этих людей. Вернее, пытаться продавливать вышки. Уже можно будет давить за сами эти вышки. Либо хотя бы Хроносферу дождаться. Да, Хроносфера, да. 20 секунд до Хрона. И, я думаю, можно будет отправиться в центр. В это время внизу умирает Крит. Бэтрайдер его в одиночку уничтожает. Крит там откровенно... Вновь я люблю это говорить слово, но халявил. Халявы не бывает. Здесь точно ее не будет. Показывают моментально за такое. Тем более, Винкс мы уже видели не единожды, как они делают киллы по карте. Постоянно ищут одиночных героев, убивают их. Так, я это слышу. Там Свен подключается сейчас. А это древних разбить он хочет. Желает. Очень быстро, кстати, с ними он справляется сейчас. Этот момент OG никак не смогли проконтролировать. В итоге Свен вырывается вперед по Нетворсу. У него уже стоимость героя 5600. 4900 в это время у Хусика. Но, как я уже говорил, Хуск, наверное, даже чуть раньше становится полезным, нежели тот же Свен. Учитывая то, что в игре есть Виномансер, Свен, пока у него не будет Блэкинг Бара, очень сильно страдает от Веника. Здесь, конечно же, пассивка Веника, замакшенная там и Плагвард, это очень крутая штука. Но вот мы видим, что на восьмом уровне имеется уже Виномус Гель, Виномансера. И Шадоу будет еще тяжелее. То есть вот эта сабль, вот это все, он бить вообще не будет никого. Если вдруг не накосячу тот же. Ему нужно ждать, пока под него кого-то Бетрайдер подвезет. Иначе, конечно, ему тут не ударить никого, потому что замедление сумасшедшее. А Бетрайдер не подвезет никого, потому что есть Оракл. Если будет у нас стандартная драка 5 на 5, сейчас, кстати, возможно, мы ее и поглядим. Потому что подходит на Рошана Винкс. Ну, неплохо, кстати, так с Рошаном справляется команда OG. Они это могут себе позволить. Отлично сыграл Бетрайдер. Флембрейком выбрасывает Ускара на клифф. Ускар выходит. Да, Ускара вытолкнули отсюда. Я сейчас что-то как-то это... Что? Не разобрался. А как его вытолкнули-то? Он не на ульте прилетел? Да нет, вроде бы. Я об этом уже. Неужели он... Стоп, как это произошло? Я сейчас не разобрался. Ладно, разберемся. Разберемся. Да, я обязательно пересмотрю этот эпизод. Я что-то не понял. Возможно, возможно, на ульте выехал. Да не, ну как? Ну, у него ультимейта кулдаун 12 секунд. Я бы увидел. Ладно, ладно, ладно. Что-то странно. Да и не в кого там было. Да, прикольно как-то получилось. Чит, читы подрубленные. Точно. Проморгал я. Проморгал. Может, как-то там... Да ладно, ладно, все, забей. Я думаю, нам подскажут. У нас там сейчас нападение идет. Миракл въезжает со своей ультимативной. И хроносфера также замечательная ставится от Муна. Пойзон нова. И все умрет в агонии, потому что все отраблено. О-о-о, приходит Свен Сахасабли. Стан по-двоим отличный. Если он убьет Миракла, конечно, может что-то и получится. Слушай, он убивает Миракла. Мун в этом участие отказывается принимать. И просто убегает. Шадоу серьезно разбил кабинет. Ничего не скажешь. Очень уверенно подрался. И вот на тему того, что я говорил, что бить у него не получится, как мы видим, получилось. И получилось весьма эффективно. И вот он нам показывает Fight Recup. Немножко в плюс для себя подрались О'Ги. Там в итоге что, 3 в 3 получилось. Но там Свен чуть подфармил. Это приятно. И Хуск умер. Это неприятно. Поэтому вдвойне все очень круто. Мы видим, Свен продолжает отрываться по Нетворсу. Уже полторы тысячи разницы между ним и главным его преследователем. Ну и согласно графикам, Винкс же лидирует на 4 тысячи по золоту. По XP ситуация еще хуже. Там уже 6 тысяч. Впереди команда Винкс. Ну и это еще. Тинкер толком-то фармить не начал. И Свену, если еще сделают какие-то там стаки, то все будет тоже достаточно грустно. Я вообще думал вначале, что Винкс там сильно не поздоровится, потому что очень крутой был прокаст от О'Ги. Но Свена немножко не доглядели. Если попасть Гелем в Свена, то можно его пытаться раскайтить. Продолжают бить Рошана О'Ги. И это понимает команда Винкс. Подлетает битрайдер по на фарфлая. Получает сразу делейшн. И с другой стороны будет заходить О'Гармак. Ну а пока Рошана добивает команда О'Ги. Разменивают на Тауэр. Винкс добил в центре вышку Свен. И решили Рошана отдать команде О'Ги. Но долго бы с этим все равно бороться не получилось. Потому что все-таки это и сторона удобная. И драться против О'Ги там неприятно. Как бы там ни было. Да, появляется блинк у Тинкера. Ловить его становится еще тяжелее. Вот Миркл вроде стоит на таком маленьком запасе здоровья. Он, конечно, молодец. Но можно случайно поймать Лазер, например. И отъехать в итоге. Но он, видимо, предусмотрел этот эпизод. Хитпоинтов у него остается слишком много. Плюс у него еще и Гида. Поэтому ему пофиг. Ну и очередной тавер для команды Винкс. На этот раз сверху. Там инициация пока пошла от О'Ги внизу. Миркл пытается добить блинка. Но тот живет. Лазер откидывает в ответочку. Бежит, бежит, бежит. Но очень сильно горит. Миркл продолжает его бить. Хроносфера от Муна. И Фейт Бьян тоже неплохо так распилила его. Р-сплиттером открыто. Но Бэтрайдер вроде выживает. Да, пока что Бэтрайдер летит. Остановить его получится ли? Нет, не достает. Эхо с Томпом. И в это время Свен наверху ломает башню. Приходит Ноутейл. Попадает, кстати, Гелем. Но Шадоу может попытаться сделать телепорт оттуда. Да, вот так, например. Бах-бах, бах. И еще один бах. Но ворды очень сильно замедляют. Тем не менее, наличие Огармага позволяет добить Виномансера. И даже улететь самому Шадоу. Но здесь уже Войт нарисовался. И с первой тычки башек прописывает Айсайсу. Ну нет, Мом тут вряд ли возьмет Айсайса. Нужно очень жестко пропереться на баши. Там же еще забавный момент. То, что баш у Войта имеет магический тип урона. И капелька срабатывает. Соответственно, во время баша ты очень мало демджа наносишь. И никакого бонуса, по сути, ты не получаешь. В итоге еще обогатился у нас Свен. У него, кстати, есть деньги на дайгер. Если есть желание, можно прямо сейчас прикупить. Но судя по тому, что оно не приобретает, наверное, что-то другое будет покупать Свен. Скидли 300 у него. БКБшечка здесь бы не помешала. Потому что тебя будут контролить всеми возможными способами. Тебя будет контролить Оракл с Дизармом. Тебя будет контролить Эхастом Элдер Титан. Вардами и Ядом будет контролить тебе Виномансер. Плюс тебя будут бить копья Хускара. В общем, слишком много неприятных моментов для того, чтобы игнорировать Блэк Кинг Бар. Дайгер это ок. Я уверен, что появится и то, и другое. Но мне кажется, порядок сборки будет именно БКБ, а не наоборот. Что он может просто прыгнуть, дать два удара и остановиться как вкопанный. Первый эшалон таверов снесен у OG и у Винкс. Тут ребята брови не дут. Ну и если смотреть на графики, то OG склоняют все-таки в свою пользу потихонечку. Возвращают они ситуацию в свои руки. Потому что немного Винкс, конечно, опережали их. Миракл расстреливает Т2 тавер. И Т2 тавер его расстреливает? Пока что. Вчера меня очень порадовала отличная игра от Артизи на Хускаре. Очень классный он микрил. Потрясающе использовал Омлет постоянно. То есть игра на Омлете была... На Хускаре так намного проще делать, потому что у тебя даже периодически урон пробивает не так мощно, как и других героев. И, соответственно, ты имеешь определенный буфер времени, когда ты можешь играть с Армлетом. Ну и плюс, когда тебя поддерживает сзади еще Оракл, тут вообще... Тут совсем все просто получается, действительно. Да. Внизу Шадоу ждет своего часа. Видит он, что приходит сюда Виномансер. Возможно, попытается даже его атаковать. Вот был бы Даггер, он бы мог бы такие киллы делать. Но сейчас лучше Шадоу, наверное, не высовываться. Вообще непонятно, что он тут вытворяет в действительности. То есть зачем он здесь находится, на что идет расчет. Я там слышу, как... Все, улетает, улетает Свен оттуда. Миракл пока фармит вражеский лес на топе. Кстати, летит Тинкер. Подпушивать. Ну, это два тавара так потихонечку ковыряют, конечно, крипы. Там и Свен поработал перед этим. Теперь Тинкер подпушивает очень плотно. А внизу пока ОГ планирует забирать сами-то два тавара, судя по всему. Вот Винкс действительно слишком много отдают сейчас, но понятно, чем это обусловлено. Шадоу Блейдом на Свене. Скушайте, горит, ребятки. Блин, тут это БКБ. Помойка. Что я видел вчера? Вчера я видел, как команда Винкс брала Свидроу Рейнджер, упала первым артефактом Шадоу Блейд и проигрывала игру, потому что ей просто не хватало. Это был очень чизовый вариант. Я помню, кажется, эту игру, да, я ее тоже там мельком смотрел. Там немножко иная ситуация была. Ох, как там Хускар грациозно вылетает, сразу же получает в лицо лазер. Атаковать дальше не может. Его спасает Оракл. Достаточно большое количество сейчас там захила. И Миракл, наверное, даже здесь выживет. Да, у него там еще полстолба появляется в итоге. И Гиду до сих пор с него не сняли. С Вайн в это время продолжает пушить топ. Ситуация-то была другая, но игрок был тот же. Я вот о чем. Любитель он, видимо, Шадоу Блейда пособирать. Может, у него квест. Вот, есть подозрение. Кстати, на Айсайса Гелем попала на Ултейл. Врывается Бэтрайдер, у которого уже есть даггер. Вытаскивает Миракла. Но это может быть не очень успешный момент для команды Винкс. Действительно погибает Бэтрайдер. Инициация провалилась. Прыгает Увоид на Айсайса. Начинает разбивать его. Башки прокают. Но лишь один. И Войт погибает, не успев поставить хроносферу. Да, он один разбаловался. Ручки поднимал. Симулировал хроносферу. Но ему сказал, братан, ты, конечно, молодец. Но помолчи немного. И в итоге Войт слишком долго терпел и перетерпел. Винкс даже в некотором смысле выигрывает в этом замесе. Потому что потеряли они там героев, наверное, не слишком важных. Забрали Войта. Свен, опять же, немного денег зарабатывает. Главное, это сейчас именно Свен с Shadow Blade. Слушай, Амирак его не остановить. Он хотел еще и на Shadow напасть. Но Shadow Blade! Там, кстати, и Сентрик стоит, и Апсервер. Поэтому Shadow Blade... Вообще, я нашел связь, почему он это делает. У него ник Shadow. Смотри. И Shadow Blade. Нет, это обоснованная штука. Почему? Потому что все-таки есть Хуск. Можно гипотетически его ударить Сильвер Эджем, да, и вырубить ему там эту пассивку злополучную. Но не знаю, насколько это оправдано. Потому что без блинка вообще ты, во-первых, милейшник... Не доберешься просто. Да, ты можешь не добраться. Тебе блинк нужен действительно как воздух. И погляди, будет ли... Нет, это было бы логично по нескольким причинам. Если бы, например, ты мог добраться, да, или же, например, кто-то к тебе мог его подвести. Бэтрайдер это сделать не может, потому что позади, как ты уже правильно отмечал, есть Оракл. И добраться без даггера тоже невозможно. Покупать и даггер, и Shadow Blade, это иногда... Зашквар. Зашквар, да. Слегка. Не, ну, в любом случае, мне почему-то кажется, что именно так и произойдет. Там у нас телепортировался Тинкер с вражеской базы. Плюс у тебя нет БКБ. То есть тебя уже не только эти ребята могут... Это вообще отдельная тема. Ой, кстати, Миракла поймали наверху сейчас и начинают убивать. И убивают. Круто. Что, прям под базой-то забрали сейчас Кускара, никто ему помочь не смог? Да, его боевой товарищ был на базе. Он регенерировал пункты здоровья и маны. Fly на Оракле. И действительно убивает Кускара прямо под базой. Такой наглости, мне кажется, даже сам Миракл не ожидал. Да я уверен, что он не ожидал. Если бы он ожидал, он бы там не стоял. Ха! Окей. Окей, Роман. Как я, да? Хорош. Это логика. Этому обучаются годами, десятилетиями. Все не так просто. Все-таки Shadow решает приобрести себе Огр Клаб. Это будет в последующем БКБ. Может, это будет Сия? Как тебе так? Я не знаю. Чем мне даже тебе отвечать, я не знаю. Потому что ты вроде... Ну, может, и будет хорошо. Ну, посмотрим. Нет, ну, конечно, это может быть Сия. Учитывая, что он купил Shadow Blade сейчас, я много чего могу от него ожидать. Ну, такое дело. Так, у нас там у Блинка проблемы. Он улетает и успевает. Да. Успевает, успевает. Чуть-чуть буквально не хватило Титану. Ты видел, что у Виномансера появилось? Хьюрикен Пайк, да. Я заметил эту штукенцию. И у Свена, опять же, проблемы, потому что добегать он не будет. Вообще, OG чисто гипотетически могут сейчас попробовать поступить так же, как Винкс с ними поступили на прошлой карте. А что произошло на прошлой карте? На прошлой карте Антимаг был единственным героем, который наносил нормальный урон. Да, была еще Death Profit, но она такая, понарошку. Так вот, и Антимага просто контролили постоянно. Там был Мор с этим Хиксом и оглушением замакшенным. И в итоге Антимаг не наносил вообще ни одного удара. А здесь может быть схожая ситуация, то есть Свен подходит, начинает бить, либо там хроносферу получает, либо дизарм, пока у него БКБ нет, он получает. Хьюрикен Пайк ему куда-то выталкивают, там яды на него действуют, и все. Ты вообще, ты просто бегаешь по драке, пытаешься хоть кого-то найти, и если ты там сделаешь несколько ударов, это будет чудом. Но пока мы зациклились с тобой на Свене, его выборе артефактов и как это будет контролировать OG, мы немножко забываем про вот этого персонажа, который остается в тени пока, это Блинк. Серый кардинал? Да, и он неплох, он собирает себе аганим, у него уже есть линза Даггер, и до аганима остается буквально 1200 монет. И при защите как раз-таки своих строений на базе он будет очень неплох, очень хорош. Да, я согласен, все-таки Лазер очень хорошо против Кусика работает, да и в принципе Войду тоже мешать он будет, Рошан убит. Так, инициация от Бэтрайдера по иллюзии. Ну, разобрались с ней очень круто. Хорош. Да, иллюзию просто развалили. Сейчас, кстати, у Винкс проблем, потому что OG прекрасно знают, где находятся крылышки, и сейчас пойдут их обламывать. Но продолжает свою грязную работу Блинк, он пропушил довольно серьезную верхнюю линию, и не перестает этим заниматься, между прочим. У Тавара уже 1000 хп, 600. Смогли разбить крипы, и Тинкер там немножечко тоже. Сейчас самим OG нужно нападать, нам вот показывают, да, Лебарду на Хусике, тоже вполне стандартный артефакт, и это также касается темы со Свеном и с отсутствующим у него Блокингваром, но он сразу у нас с тобой подконтрил, БКБ у него уже есть, уже есть рецепт, там, Митрилхаммер, все ингредиенты готовы. Так что сейчас немножко задача для OG усложняется. Для Свена она также непроста, потому что Блинкдаггера еще нет, но если вдруг каким-то чудом ему удастся оказаться в центре драки, то в Блокингваре он уничтожит все, просто разорвет в клочья. Ну вот только осталось добраться, это, конечно, задача не из легких. Хотя, в принципе, под Блодластом Могрмага... Да, больно, больно под Блодластом-то. Ну, я имею в виду, что, может быть, как раз-таки это поможет ему, там, скорость, инвизик, вот этот, там, как-то дойти, но если OG не будет ставить варды, то, может быть, это и прокатит. Посмотрим. В общем, по ситуации будем уже разбираться, что к чему, но, действительно, если Свен доберется, то команде OG будет очень больно. Ну, и появляется тот самый Аганим, о котором мы вспоминали на Тинкере. Сейчас Блинк очень серьезная боевая единица. Сейчас вообще мне все нравится у Винкс, неожиданно вот с появлением Блокингвара, действительно, стоит задуматься еще с OG на дополнительном контроле, то есть, либо ловить этого Свена в Хрона как-то, хотя бы на время действия Блокингбара, чтобы он никого не убил, либо, я не знаю, либо Тинкера как-то попытаться поймать. Ну, в общем, тяжеловато будет. Подходит Миракл сейчас под вышку, начинает крипчиков избивать. Проблема OG в том, что очень много в этой игре лежит на плечах Миракла, как и в предыдущей. То есть, на него тут практически вся надежда, что он всех расстреляет, потому что дэмэдж, даже от того же Виномансера, мы можем сейчас говорить, что он есть, но со временем его будет недостаточно. Ну да, если его какими-то аганимами, вейлами не подкрепить, он прям совсем будет таким грустненьким. И я думаю, Винкс тоже должны понимать подобные вещи, должны собрать нормальные артефакты. Не знаю, там какие-то пайпы, может. Ну, а как ты будешь заходить? Тут постоянный адспам, причем он очень серьезный, постоянные марши машины. Нет, зайти не получится, это тысяча процентов. Я вообще не знаю, на что они рассчитывают. Кроме того, чтобы просто в наглую прыгнуть и поубивать, по-другому действовать очень тяжело. Сейчас пока Миракл ловит очередную порцию урона магического. Но, слушай, Оракл вроде неплохо его захиливает сейчас. Лазер, ракеты. Это будет сейчас минус эгида, наверное. Может потерять. Оракл захиливает вновь. Ну, что ты будешь делать? Посмотри, сколько хп у команды OG совместно. То есть потеряли более половины хп, уже 4 персонажа. И это просто тинкер, который забрасывает ракетки, марши машин. Ничего ты не сделаешь сейчас. А смотри, что делают твои тиммейты. Ой-ой-ой, какой сейчас будет выход. Ты посмотри, и ловят Оракла, который мог бы спасти героя, попавшего в лассо. Свен забегает. Два удара. Минус два. Пощади их, они же дети. Да, боже. Миракл остается здесь в одиночестве, и он тоже умрет. Это минус эгида. Уже тройное, кажется, убийство от Shadow. И это просто разрыв. Как играют в Винкс. Молодцы. Ультра килл от Shadow. Брависсимо. Да. Я даже на секундочку подзавис, потому что действительно круто. Ты помокрел? Да, да. Я все, ребят. Можно следующую игру начинать? Да, да, да. Бафик уже это насмотрелся. Ну, вообще, вот я сейчас не представляю, как выходить из положения команды OG. Я говорил о том, что дэмэдж может закончиться, но проблема в том, что его даже сейчас недостаточно. И когда на тебя еще инициируют, когда вот так вот ловит бэтрайдер Оракла, он ничего не может сделать, он никому не может помочь. Слабее становится и Гускар, и все остальные герои команды OG. По факту, даже хроносферы мы в этой драке не увидели. Так никак ее нельзя было дать. Там заживала Войда, Оракла убили. Ну, в общем, сейчас вся ответственность за происходящее была именно на плечах команды Винкс. Потому что OG вроде как подходились в позиции, ждали атаки, но немного затянули. Вот правда, когда ты получаешь уже третью порцию ракет от Тинкера, возможно, пора развернуться, там убежать и попытаться как-то в следующий раз зайти. Ну, просто Тир-2 уже даже вышек нет. OG тоже понимает, что затягивать это чревато проблемами против Слэна, но не получается заходить. Вот Тинкер последним пиком выглядит очень круто. Действительно странно, на что OG вообще рассчитывали. Мы с тобой так посмотрели на ситуацию и вроде как подумали о том, что заходить здесь ну просто не вариант. Нет, если поймать Тинкера, то все возможно. То есть Тинкера ловить в принципе можно, пытаться через Войда. Для этого вообще нужно варды какие-то поставить на холмике, показывать, что к Шадоу залетает сейчас Ultimate Orb. И я так понимаю, это Silver Age намечается. Тот самый, да, тот самый, о котором мы говорили. Нет, Silver Age тоже очень крутая штука. Вообще, Silver Age с того момента, как его немножко переделали и он стал собираться из Ultimate Orb и рецепта, он стал в разы лучше. Потому что количество статов он дает сейчас просто офигительное. И урона очень много, и бонусы очень хорошие. Ну то есть 30 урона, 30 атак спида, 15 ко всем атрибутам. То есть это еще прибавь к вышеперечисленной тридцатке, еще 15 урон, то есть 45 дэмэджа и 45 атак спида, считай. Ну и Влад Ластащи сюда тоже. Да, ну я говорю конкретно про этот артефакт. Ну ладно, ладно, да. Да, и понижение урона на 50 процентов, и все-все-все-все-все, это очень-очень-очень крутые вещи. Ну что ж, 14 тысяч уже ведут по опыту Wings, по деньгам там в районе 7,5 тысяч они лидируют. Вот OG в такой ситуации может спасти только какой-то качественный выход смоуки, да, что они найдут там отдельно две партии героев, там 2 плюс 3 каких-то условных, и смогут их поубивать таким образом. Но вновь, вот эта стратегия 4 плюс 1, ее и аналитики наши отмечали, то что она в текущих условиях, да, в текущей мете, она трудно реализуема. И здесь так и получается, потому что у Мун с этими блинком Владмиром он урона не наносит, там только Яша появляется, хоть какой-никакой дэмэдж может выдавать. На одного Хускара, одного героя всегда очень легко законтрить. Мы говорили в этом случае про Свена, то что его будет легко законтрить, но вот сейчас появился был Кингбар, все стало не так просто. Ну и пока мы не видим какого-то особого импакта на игру от Венамансера, практически его нет. Так вот как-то выделить на Тейл даже нельзя в этой игре. Что конкретно Венамансер привнес пику команды OG? Он привнес раннюю агрессию, которую не получилось реализовать. Вернее, ее получилось реализовать, но дошли до базы, а тут неловкий момент, базу ломать нечем. Все, тир-2, тир-1 они очень быстро снесли, но дальше-то игра не заканчивается, и наступает самый ответственный этап, этап сноса строений уже внутри базы. Я просто задумываюсь о том, что сам пик Венамансера, в итоге мы помним, сколько наформил в миде Тинкера, как хорошо он настоял линию, и мы понимаем, что Венамансер не тот герой, который можно предотвратить как-то. Вот в чем вопрос. Я в целом смотрю на игру от начала и вот до этого момента. Уже и догон появляется у Тинкера. 14-9 счет, 32-ая минута игры. Винкс очень близкий к тому, чтобы 2-0 переиграть OG в групповой стадии за Интернешнл. Это группа А. OG сами не свои. Я их не узнаю. И я не узнаю о Винкс, потому что вчера я совершенно другую игру смотрел. Неуверенную, не игру команды Винкс, не те герои, возможно, даже, которые мы привыкли в их исполнении видеть. Вот видишь, тут все поменялось точностью до наоборот. Если OG были агрессорами, убиваторами, молодцами, и сейчас мы видим абсолютно противоположную ситуацию. И Sphinx аналогично все. Так что все меняется. Первый игровой день это отдельная история. И во второй все может абсолютно радикально поменяться. Мы это вчера тоже обсуждали на различных примерах. Это и Virtus.pro на отборах на Интернешнл, которые выступили в первый день просто феноменально. Все там сильно хайпили, мол, ВП, ВП, ВП. А во второй день все сошло на нет. И ребята даже в плей-офф не прошли по итогу. Что достаточно грустно. В итоге бьют второго Рошана OG. И, по-моему, собираются защищать его Винкс. Видимо, что Бутрайдер отправляется в ту сторону. Хотя вот какой-то явной агрессии и настроя на атаку нет. Поэтому Рошан, по идее, достанется команде OG. Я не думаю, что это сильно смущает Винкс вообще. Они не заметят этого Рошана, мне кажется, даже. Ну, то есть вот есть там эгида, нет ее. Мы видели уже драку, одну из, да? Как хорошо исполнили Винкс. Если у нас сделают то же самое, неважно, будет эгида, не будет. Что дает вообще эгида глобально OG? Возможность подходить к Хускару и бить просто втроение на базе. Но против героя Винкс это не работает. Именно, именно. Потому что тебя может условный Бутрайдер вытащить, тебя может просто лазером зацепить, и ты в итоге не наносишь урона никакого по зданиям. Так что слишком много моментов, которые действительно мешают проворачивать подобного рода стратегию. Глобально получается, что пик у Винкс очень хорош. Конкретно против набора героев OG. Вот на раннем этапе могли быть у них проблемы. Когда мы наблюдали пресс от OG, было видно, что они себя чувствуют очень уверенно. Все эти замедления, они очень круто работали против Свена, против других персонажей. Тинкер не имел артефактов, мог максимум один прокаст выдать. Ну, может, полтора прокаста за драку. А сейчас все. Сейчас у всех очень много артефактов. И одними способностями своими OG уже не могут противника перебить. А хороших артефактов, супермощных, вот у Миркл, например. Миркл без БКБ, ну его просто сейчас сомнут. Он ничего не сможет сделать. Если Оракл попадет под раздачу. Если Оракл не попадет, возможно, что-то он и сможет организовать. Вот сейчас опять появляется этот Лод Сорб на Утейле. В прошлой игре он был, в этой игре он появляется тоже достаточно рано. Для того, чтобы хоть как-то, видимо, Хусика спасать. А, я-я-я-я, все-таки дождутся. Они дождутся, скорее всего, того, что просто зайдут на базу Винкс ОГ, собираются сплитпушить. Они не идут защищать свои строения. Т2 ломает уже Блинк. И здесь находится практически... Ну, вся команда Винкс находится внизу. Вопрос только в том, что, скорее всего, нет. Хотел сказать, что быстрее запушит, наверное, ОГ, но тут же есть еще и Свен под Бладластом. Он тоже неплохо ломает. Вообще? Нет, они отправляются дефик все-таки. Там и одного Тинкера хватит на дефе. Вот в чем штука. Юл в Лотос. Неплохо сыграно. Айс Айс получает еще пару плюх. Лазер пошел. Все, Миракл бить перестает. Ну, очень сложно. Неудобно играть ОГ. Это видно. Миракл продолжает подпушивать. В нем врывается шаду, несколько ударов. Это может быть ошибкой небольшой. Ну, Миракл хочет подраться. Правда, он очень много урона получал. Регенерация у него, конечно, крутая. И он в итоге фуловый после фаулс-промиса оказывается. Но опасно. Вы должны отходить уже. Опасно, опасно. Без ульта Оракла все. Драться нельзя. Там кулдаун вроде не слишком большой. Второго же уровня ульта. Да, второго. Минута. Ну, минуты это немного. На самом-то деле. Ой, скоро еще и блинк будет с пятым догоном. Это вообще грязь. Вообще, там был момент с тем, что у Миракла отсутствовал телепорт. Да, это было больно. Так вот, с тем, что у Миракла отсутствовал телепорт. И можно было попытаться сыграть именно на этом. Поймали тинкера. Есть стомпик. Есть эр-сплиттер под хроносферу. Ну да, тут его разорвет просто. Неплохо. Вот. Если так пару раз тинкера поймать, заставить его сделать выкуп, что-то в этом духе, можно и зайти будет на базу. Вот сейчас нападают на Айсайса. Винкс очень расслабились. Отдают два фрага в разных частях карты на вражеской половине. Ну ладно, если с тинкером все понятно, тинкера просто выловили, то что-то делал... Не совсем выловили. Что-то делал угрымак. Не совсем выловили тинкера. Ты видел, что он мог уйти. Он агрессировать начал. Он пошел атаковать Войда. Войд нажал тайм-волк, восстановил здоровье, дал хроносферу, подошел друг, сбил телепорт. Все. Но 40 секунд не будет угромага. Это тоже важная штуковина, потому что под бафом Свен и Свен без бафа немного разные штуковины. И до сих пор и гида еще. До сих пор и гида у Скара. Да, можно зайти сейчас поломать базу. Вот он так и делает. Заходит, начинает ломать вышку. Миракл получил пару ударчиков. Свен тоже получил пару ударчиков. Миракл получил чуть больше, чем пару ударчиков. Тут еще немаловажный факт, что у Шадова нет байбека на Свене. Это момент, который может тоже повлиять на исход игры. Лассо. И Бэтрайдер встреет. Тем самым Лассо. Хороший был, очень хороший был действительно и False Promise. Свен может начинать сейчас бить очень сильно, но Миракл в любом случае остается здесь в живых. Свен подходит. Есть удар, есть оглушение. Умирается с плэша сейчас Войт. И Миракла тоже здесь, наверное, заберут. Лазер также замечательно добивает уже Годлайк у Свена. И еще и минус Веномансер. Минус 4 от Винкс. В этот раз уже Блинк отличился тройным убийством. Как только появился Тинкер, все сразу стало очень мрачно. Команды OG. Вроде они неплохо начали. Они действительно смогли сбить фокус Хускара. Он там начал атаковать даже неплохо. Но тут прилетел Блинк. Рассказал, что почем. И с плэшом, когда убил Войта, конечно, это был тоже очень приятный момент для команды Винкс. Айсайз, кстати, пытается догнать Крита. Не может сделать... Там Тинкер рядышком. И Тинкер находит. Крита. Бам-бам-бам. Доминейтинг. Круто. Что я могу сказать? Минус 5. Полное вытирание 5 мужчин. Да, так и было. Пятый догон, кстати, появляется у Тинкера. Шадов уже подпушивает центральную линию. Пятый догон — это смерть Оракла, на самом деле. Ибо ты не можешь предварительно успевать нажимать фейс-эдикт просто потому, что слишком мгновенно срабатывает догон. Непонятно, в кого он полетит. Разве что, если тебе сильно запрет, и ты угадаешь банально эту цель. Ладно, четвертый. Я обманул всех. Да, какая разница? Там Оракл «Что так, что так» будет очень больно. Если еще и впечать какую-нибудь скаймаговскую сандали. Вообще, мы совсем забыли про то, что здесь присутствует Скайрос Мейдж. И вроде бы его участие не так бросается в глаза. Но если в печать Тинкер дает прокаст... 45% сверху еще. Больно. Действительно больно. Это неприятненько, конечно. Там действительно можно ваншотнуть Оракла догоном. Под «Эншент Силла» можно не только, по-моему, Оракла уже ваншотнуть. Все-таки 45% — это серьезная штукенция. Но OG использовали Смоук и хотели поймать Тинкера. У них стоит приятный такой вард. Такие варды мы видим очень часто в игре про Тинкера. Я про это и говорил. То, что только так и нужно сейчас делать. Только, мне кажется, вот такой вариант сейчас OG и... Не то чтобы устроит, но он возможен. Только такой вариант. Подловить где-то этого Тинкера наглого. Но Тинкер несколько осторожнее начинает действовать. Да, вот мы видим догон. Теперь уже действительно пятый. Тубафик. Врунишка. Да, но уже вроде пятый. Уже пятый? Уже все нормально. Я просто... Смотрите, просто смотрел. Смотрите, люди сидят, ждут появления Тинкера. Засада, партизаны. Посмотри на них. А он просто стоит. Он понимает то, что нигде никого нет. Если бы это была какая-то игра в пабе, он мог бы бы чатиться, например, на сад. Что там, ребят? Просто вот так вот за Тимчатом написать. Как дела? Как стоится? Ну, сейчас вот Тинкер видит, где находится Крит. Он понимает то, что даже Крит пошел где-то в направлении нижней стороны. День пошел. А у Тинкера сверчки на базе. Он просто стоит на базе. Я вот просто смотрю на Тинкера. Он реально минуту уже стоит. Он начинает лететь. Он начинает троллить. Он просто тролль. Толстый-толстый тролль Тинкер. Смотри, смотри. Давай, давай, давай. Мое уважение. Мое уважение. Иначе не скажешь. Просто издевается на нигме Тинкер. Как же это просто красиво выглядит со стороны. Когда ты на это смотришь, у тебя слезы наворачиваются слегка. Просто как же обидно за этих ребят. Да уж. Это так картинка. Ты пытался. Они до сих пор стоят. Бедные OG. Они до сих пор ждут, когда к ним прилетит Тинкер. Но Тинкера там нет. Сами Винкс отправляются вообще в направлении верхней стороны. И там они тоже, наверное, пока никого найти не смогут. Как же я радуюсь этой игре. Я не знаю. Это интернешнл. Наконец-то. Мы смотрим нормальные матчи. Где нормально люди начинают играть. Где они стараются. Хотят победить. Они Ораклов в миде ставят. Шадоу, кстати, обзавелся травелами. Обзавелся доминатором. Вообще, можно, наверное, на Рошана посмотреть. Там, да. Бьют у нас OG его. Это все видно. Это все видно. Потому что стоит там опс. Соответственно, он видит, где находится Флай. Видит, что Флай там что-то на кого-то накидывает. Тоже все не просто так. Да они, по-моему, дальше не парятся. Имею в виду команда Винкс, естественно. Они и этого Рошана, по-моему, отдают. И я ничего плохого в этом не вижу совершенно. И они даже не боятся нападать. После того, как Рошана добивает команда OG. Мун. У него есть аэросфера. Пока не использует. Бэтрайдер. Очень много дэмэнжа получает. Но при этом уже погиб Oracle. Это приятная новость для команды Винкс. И для них открывается, ну, просто путь. Зеленая дорожка такая. Зеленый свет, хотел сказать. И красная дорожка. БКВ ТПА уходит с телепорта. Он понимает, что немножко он здесь задержался уже. Остался он тут совсем-совсем один. В итоге один в два. Что там у мага? У Скай мага, у него там линзы гем неплохо. Уровень тоже очень хороший. Ну да, Fight Recap тоже вполне красноречив. Вот нам статус выкупа показывают. Показывают, что у Тинкера он пока в кулдауне. Но прочие персонажи практически все могут выкупиться в случае смерти. Неожиданной. Возможно и ожидаемой смерти. Я про Виномансера говорю. У него-то обычная миссия предельно простая. Залетел, нажал две кнопки, умер. Кстати, что он собирает? Интересно. Лингансфера, наверное. Ультимейтор прикупил с Виномансера. Да, линка может быть неплоха здесь. Ну, погляди, в принципе. Что, кекс еще может быть там какой-то? Кекс, да. Много слов я знаю. Работа такая, ты должен знать много слов. Даггер появляется у Скайрс Мейджа. Ну, вообще, можно пробежаться, наверное, открыть вкладочку с артефактами. Посмотреть, что у кого. Вот я, например, так и сделаю. Что я давно не делал так. Там герой умер. Да? Потрачено? Ну, его просто стерло. Шадоу. Развалил. Пришел и развалил. Но это пока не выливается в то, что уже теряют здание, да? Они пока не заходят на хэграунд, Винкс. Вот такие киллы, они важны. Но уже не настолько. Потому что если ты после этого килла не идешь пушить, это не имеет никакого значения. Смотри, кто идет пушить. Я вижу, поймали Крита, да. И минус Крит, может быть. Он себя влюбил. И Мутейла тоже здесь убьет. Поднимает. Да, Крит пока еще жив, но недолго. Его просто догоном добивает Блинк. Уже минус 3. Выкуп есть у Войда и Виномансера. Но Войда, скорее всего, даже выкуп делать и не будет. Потерпит немножко, посидит. Но вот Виннику придется байбэк организовать. Очень сложно оставаться серьезным в такой игре, потому что примерный расклад мы понимаем. Что к чему. Мы видим, как Винкс сейчас переезжает OG и ничего противопоставить зеленые не могут. Просто не могут. Сейчас бы БКБ купить на Хусике, наверное, не помешало. А у него просто сатаник. Ну, человек, ты ловишь лазер и никого не бьешь. Зачем тебе этот сатаник? Ну, ладно. Да. Тут БКБ, естественно, не помешало. Ну, да ладно. Действительно. Не теряет пока сторону OG. Но это, скорее всего, не за горами. 7600 у Свена тем временем. Гуд? Да. Да, действительно. Слушай, неплохо. Он тоже может сейчас себе либо сатаник купить, либо просто что-то более тяжеловесное. Вообще, если посмотреть на инвентарь Свена, у него только один топ-тир артефакт. Это условный Silver Edge, например, потому что он, в принципе, дороговатый. А остальное – это вот Armlet, который дешевый, Echo Saber дешевый, Dominator, который надо грейдить. Ну, БКБ просто – это БКБ. Не считается? Ну, не считается. Просто артефакт, который иногда нужен, иногда не нужен. В факте, ты можешь купить себе сейчас Кирасу, Криты, Муншард есть. Да, МКБ, что угодно можно сейчас покупать. Ну, пока что он покупает сатаник. Денег у него по-прежнему остается очень много. Если вдруг наступит тот момент, когда Свен будет плохо бить, он себе еще МКБ-ха это все подкрепит, либо критами, и просто развалит. Ну, вообще этот момент, наверное, уже и не наступит, потому что все хорошо. Команды Wings, они очень спокойно. Посмотрите, они даже никуда не спешат. Они просто спокойно играют в этой игре, никуда не лезут. Ситука в том, что ситуация сейчас мне до боли напоминает предыдущую игру. И проблема в некотором смысле здесь зависит от того, кто первым набрасывается на противника. Если на вас нападает воид с хроносферой, под хороший прокаст Элдер Титана, под Виномансера, и все это сверху еще хусиком шлифуется, то у Wings есть шансы умереть. Действительно есть. То есть герои у Wings не бессмертные. Но если нападают сами крылышки, то что вы будете делать со Sven, который в БКБ залетает на вас и начинает метелить? Ему вообще плевать, сколько вас и где вы. Так что, ну, мне кажется, OG нужно сейчас подрубить яйца и просто пойти хотя бы разок попытаться выйти качественно. Для этого, конечно, разведка тоже нужна неплохая. Нужно прекрасно понимать, на кого тебе нужно прыгнуть. Винкс единожды ошиблись за последние 15 минут, когда высунули слегка свои носики. Это был Бэтрайдер, а потом в центре... Тоггермак. Тоггермак, да. Помимо этого момента, я ни разу не замечал показы Винкс, чтобы они сыграли неаккуратно. Они не дают возможность OG даже зацепиться за эту игру. Настолько все делается четко. Ты вспомни эти троллинги от Тинкера с телепортами. Ты вспомни эти аккуратные вылазки Свена, постоянные. Предельная концентрация. Да, не высовываются Винкс, играют очень аккуратно, играют предельно осторожно. Вардов вообще, кстати, нигде фактически нет. Только вот один Рейдентовский стоит, на котором сейчас три героя OG тусуются. Они его, кажется, только что съели. Да, давно вот этот вард, который предназначен ловить Тинкера. Но Тинкер там просто не появляется. Это слишком очевидная локация для того, чтобы этого Тинкера месить. Есть БКБ умерло. Ой, Тинкер, кажется, приплыл. А вот это может быть очень хорошо. Это уже ошибочка от Тинкера. Респлиттер открыто, врывается Мун. Не жалея хроносферу, будут убивать Тинкера. Да, неплохо, неплохо. Причем ситуация на самом деле была настолько банально очевидная. Его просто подловили там как-то на Юл, не блинканулся с ходу никуда. Второй раз. Да, уже второй раз на такие грабли наступает Тинкер. И подпинговали еще на Свена. Я понял, нельзя никого хвалить вообще. Давай похвалим Свена. Мне интересно, как он будет умирать. У него очень много артефактов, его тяжело убить. Я хотел похвалить Бэтрайдера, который летит пока в сторону базы OG. А зачем? Он туда летит. Нет, ну просто улетает. А ну тогда норм. Ну и ладно. Ну вообще ладно, ему там телепорт сбить, наверное, не могли, потому что там два героя без оглушения и ничего не поделать с этим. Они бы могли помахать ему только вслед ручкой. Да. Кстати, у нас в Инвизе Пускар. И это, по-моему, будет неожиданностью для команды Винкс. Но, правда, он тут один, поэтому Миракл с этого особо извлечь ничего не сможет. Главное, под крипов не подходить, чтобы случайно голова не отлетела. Так, где же поддержка? Где же поддержка Миракла? По-моему, сейчас заметил, мне кажется, Шадоу, то, что как-то не так его моделька движется. Поймали Титана. Он сам себя в Юл бросил, но разрывает его неплохо. По Фолз Промису нужно использовать как раз-таки на Титана Оракл. Про каст от Ноутейла следует. Шадоу подрубает БКБ и дерется 1 на 1 с Мираклом. Мужская драка. Мужик на мужика. Пошел. Как же они дерутся, смотри, красиво. И живет пока Миракл. Но Шадоу очень серьезно в своих намерениях. Но Миракл в этой драке, скорее всего, побеждает. Шадоу на развороте. У него может закончиться ХП. Он играет армлетом, но это долго не продлилось. Миракл добивает. И минус 2 уже делает команда ОДЖИ. При этом теряет лишь Оракла. Внезапно успешная драка для зеленых. Да, во-первых, не было здесь Тинкера, насколько я понял. Во-вторых, вот там Блэк Кинг Бар, животворящий, что делает с Хускаром. Да, действительно, Тинкера здесь почти отсутствовал. Там 2000 урона нанес, но это не предел для такого героя. И почти 5000 урона нанес именно Хуск. Ну, у него там была вот эта мужицкая ПВП со Свеном. Стояли друг друга. Один саблей машет, второй копья кидает. Очень забавно, когда в притык на копья. Упор, да. Скорее тычишь с этими копьями обычно в лицо. Ну, он действительно очень много тыкал и справился со Свеном. Придется делать выкуп. Все-таки за минуту можно потерять там целых две стороны. Но Огромага не будет. Хотя ладно, в четвером можно защититься. С другой стороны там не будет Оракла. Миракл. Миракл не обращает внимания на глиф. Добивает вышку. Все-таки Хекс купил себе Веномансер. Это не то, что мы подпекали. Хороший лотоссор. Очень крутой в итоге получился. Миракл по-прежнему живет. Также ставится хроносфера. Поймали сюда еще и Тинкера. И Тинкера начинает убивать Войт. И разлом от Титана. Замечательный Фейс тоже умирает. Тинкер сделал байбэк и байбэк сделал Свен. Поэтому нужно убегать. Команде OG не отпускают пока Веномансера. Не отпускают и Титана. Но улетает при этом Хускар. Неплохо на самом деле. Хуск улетел. Конечно, трех героев потеряли. Так иногда бывает. Но не катастрофа, мне кажется. Но зато байбэки. Байбэки у таких важных героев, как Свен и Тинкер. Если их хотя бы разок сейчас поймать. Все. Можно базу поломать. Неплохо сыграно. Вы замечательно рифмуете, Алексей. Ты же в Америке. Кирасов. Здесь много рэпа. Ты уже проникся? Да, я проникся культурой. Хорошо. Посмотрел все версии с Ластом. Ну что же. Вот. Слушай, наше Червление, оно работает? Вот. Кого мы там еще не хвалили? Давай еще кого-то. Мне интересно, насколько это круто работает. Мы посмотрели Свена. Его убили. Хвалили Тинкера. Его убили дважды. Кого еще у нас там убивали? Всех убивали. Давай еще по... Так, вот. Хускар молодец. Собрал бы камбэку. Просто умница. Сейчас подлегаешь игру закончить команде Винкс. Просто если сейчас погибнет Хускар, то... Хотя у него байбэк еще есть. Вообще, вот, конечно, в этой ситуации у OG преимущество имеется. Как бы там ни было. Потому что байбэки-то у них есть, а у врагов нет. На такой стадии игры это ключевой фактор. Винкс никуда не пойдут. То есть они этих 5 с половиной минут, которые остались, кулдауны на байбэках, они будут просто сидеть на базе и защищаться. Они даже на Рошана, скорее всего, не отправятся. Ибо риск слишком высок. Кстати, о Рошане он сейчас появится. Миракл как раз. Минута в минуту, секунда в секунду. Миракл. Почти, почти. Тайминги. Льюзи отправили. Ладно, сам зайдет. Все нормально. Рошан появляется. OG здесь. OG начинает его бить. Копья полетели. В камни. Очень эффективно было. Да, камбэк, конечно, неплохой получилось у OG организовать. Они там по деньгам тысяч 10 отыграли. По опыту тоже в районе 10 тысяч. Очень-очень много. Аганим у битрайдера. Какой молодец. Каспер ликует. Мой мальчик. Да. Ну, битрайдер... Аганим на битрайдере очень крутая штука. Почему? Потому что ты можешь линкенсферу игнорировать вражескую. То есть ты можешь давать лассо в героя соседнего с нужным. Да. И второго зацепит тоже. Да, и второго зацепит тоже. Даже если он с линкой. Если по барабану, он все равно угодит в лассо. Все верно, Роман. Все верно. Тут вы правы. Не могу отрицать. Тяжело отрицать очевидные вещи. Да, согласен. Я это давно уже уяснил. Только так и общаюсь. Слушай, инициация могла бы быть на крита. Но крит очень быстро реагирует и прожимает длингдаггер. Молодец, Титан. А тут у нас инициация уже от команды OG. Храна сфера неплохая. Стоит по САСу и Шаду. И хороший Эрсплиттер. Также накрывает сверху. Ноутейл подходит. Рассказывал ультимейт. Минус Свен. Драка для Винкс. Просто провальная. Попытался там мультикастом добить Титана. Огармак, но тоже погибает. Погоня от OG продолжается. Двух героев Винкс уже потеряли. Но благо остальные выживают. Тинкер там занимается пока грязью. Без Свена тяжело будет защищаться сейчас. Тинкер уже, да, на вражеской базе нам развлекается. Крип скипом занимается. Хотя нет, тут у него еще крипчики имеются в наличии. Да, вышку, кстати, сейчас может добить благодаря крипам. И OG не нужно затягивать. Ни в коем случае. Надо прямо идти сейчас и месить. Появляется Абисал у Хусика. Очень крутая штука. Какие же чудные игры сегодня все-таки. Не чудные, а чудные. Чудные. Именно чудные. Хорошая игра слов. Но вообще иногда и чудные, конечно. Ну ладно. Нет, пока что все очень круто. И Миракл действительно исправляется. Плюс Абисал мне вообще очень нравится на подобного рода героях. Да, согласен. Но главное, что БКБ взял. Все остальное это уже такое. БКБ, норм тайминговый блокинг бар. Как раз рассчитывал выиграть вот на 56-й минуте. Так, пролетели ракетки. Тинкер спамит как только может. Мун. Сейчас нужно использовать таймволк. Иначе будет очень больно. Так и делает Мун. И дождит ракетку Монта Стайл. Молодец, Мун. Чеченько все делает. Драться не хотят. Винкс. Двоих утаскивает. Ты посмотри, как много урота получают. Но он у Тейл, правда, выживает. Правда, поезда нового у него нет. Мун тоже очень мало здоровья. И гида с него слетает. Миракл под лоту с Орбом. Добивает сторону. И надо бежать. Беги, Миракуль. Или же не беги. Или они остаются. Да, они, кажется, остаются здесь. Сложный. Сложно ему вертеться, конечно, под маслом от Бэтрайдера. И он еще продолжает настреливать Айсайса. Особо не боится. Но классно исполнили Винкс. К сожалению, правда, две стороны при этом потеряли. Но это во многом ошибки прошлого. В вражеском лесу. Да, хорошо, что они сейчас в дальнейшем не фиданули и не проиграли карту в целом. Игра пока продолжается. Камбэк очень рилл, потому что графики говорят нам о уходе экономики в ноль. Все, экономики уравнялись. Мы видим там в районе 5000 преимущества. Плюс-минус. Да, уже более десятки отыграли OG. Угу. Ну дальше-то что будет собирать так? Трвала там есть, Абисал, Кираса. Можно что-то вместо Алибарды, возможно, притарить. Хотя Алибарда сама по себе очень просто полезная штуковина. А вот на Муншард намекает наш Абсервер. Хорош, Форс, хорош. Форсешка шарит в эту игру. Опытный дочер. Умеет в Кускаре, возможно. Да. Хотя любого героя покупаешь Муншард, это не норм. Свен Дживилин купил. То есть это будет МКБ, да. Алибарда неплоха. Да, если вдруг у Свена там БКБ закончится, будет бедненький. А у него 5 секунд БКБ. Поэтому такой сценарий в длительной драке, он очень вероятный. При этом еще дизарм есть, естественно, у Оракла. Да, Свена можно вообще держать постоянно. Тот же штука в чем? То, что Фейт Седикт работает 4,5 секунды. Кулдаун там очень-очень маленький. Какой там кулдаун? 7 секунд. То есть у тебя получается 2,5 секунды буфера. Но! Алибарда-то тоже работает некоторое количество времени. И на милишных она работает как раз 3 секунды. То есть, в принципе, эти 2 героя могут держать Свена в дизарме вечно. Да. Вот. В теории, да. Но, кстати, что немаловажно, появляется МКБ у Свена, как раз-таки против Алибарды, которая пару раз все-таки сработала в этой драке мужицкой. Да, он не попал тогда по Хускару. Было немного досадно. Сейчас МКБ как бы попрелить. Сейчас будет попадать. Да, у нас битрайдер Ридж квитнул. Ничего, совсем скоро вернем. Да что вы, днари, я вот так как вытащил двух. Видели как? А ты мертвый был на своем Свене. Так обычно в паблике говорят. Не, вообще очень круто зашел Аганим и видели, что если бы там находился Свен в тот момент, похоронили бы обоих. Понятное дело. И так все неплохо получилось под Sky 1 Major в итоге, под его ультимейт. Но вот чего не хватает, это Вейла, как минимум. Вот его просто нет в команде. Фейлы были. У команды Wings не хватает Вейла в Discord, просто он отсутствует. Хотя он бы неплохо тоже зашел и смотрелся бы. Не, ну у них, понимаешь, у них в основном идут заклинания точечные, допустим, а для точечных у них есть печать Sky Maga. Поэтому здесь можно компенсировать. Ну и вот он. У вас еще есть Тинкер со своими ракетами, четырьмя. У вас есть... Тебе же надо подойти, чтобы кинуть. Это тяжеловато. Тебя могут зацепить и убить. Ну тоже правда. Смотри, там опять атака в ухо идет от Винкса. Я думаю, OG, наученные горьким опытом, должны ожидать подобный врыв. Да, пошел сразу же Хекс. Спасают Ноутейла. Заходит Свен. А все, он в хроносфере. Больше ничего не сделает. Сейчас он всю хроносферу простоит в своем Black King Bar. В это время Abyssal срабатывает на Блинка. Ну срабатывает. Можно просто кнопочку на него нажать. И Блинк умирает. Еще и башек проходит, конечно же. Тинкер без выкупа. Бэтрайдер тоже без выкупа. Свен хрюкает. И тоже его здесь должны будут убить. Ветра, Хексы, Эхостом. Все просто срабатывает. Ты посмотри, где вообще находится там Кускар. Да, Кускар, там базу бить с другой стороны. Трон справа. Ну он вообще круто развлекался. Там вон Тинкера убил. Он тоже немаловажную работу делал. И Шадо без ГДС погибает. Ультра килл для Миракла. Даешь Рэмпэйдж. Да, да, да. Он хочет, он хочет. Рэмпэйдж нужно, нужно добивать этого Гормага. Нужно, дайте времени немного. На рампажечку та. И Кост нажимает. Не добьет. Или добьет. Да, это Рэмпэйдж. За секунду до падения от Рона, блин. Это было очень принципиально важно. Сто процентов. Ну, что можно добавить? Очень крутая игра получилась. Причем обе. Да, игры обе были очень крутые.